Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Взывать Гитлера 2015 года Всего 13 минут не хватило плотнику Георгу Эльзеру, чтобы изменить ход мировой истории. 8 ноября 1939 года в Мюнхенской пивной Бюргер-Бройк-Келлер, где Гитлер каждый год в годовщину пивного путча выступал перед ветеранами национал-социалистической рабочей партии Германии, Эльзер вмонтировал самодельное взрывное устройство с часовым механизмом в колонну, перед которой обычно устанавливали трибуну для вождя. В результате взрыва 8 человек было убито и 63 ранено, однако Гитлера среди пострадавших не оказалось. Фюрер, ограничившись на этот раз кратким приветствием в адрес собравшихся, покинул зал за 7 минут до взрыва. Так как ему нужно было срочно возвращаться в Берлин. В фильме реконструирован социально-политический контекст того времени, а также события, происходившие с Гергом Эльзером. Мальчик, который обозглавляет. Мальчик, живущий в бедной африканской деревушке Малави, помогает взрослому строить предренную мельницу, черпает знания для библиотечной книги. Амсен. Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем – семейными узами, дружбой, любовью всей жизни. Взамен он получает ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту. В погоне за Бонни и Клайдом В 1930-е годы техасский рейнджер Фрэнк Хеймер получается тайне поймать и обезвредить двух опасных тропителей панков. Вместе с напарником Мэнни Голден он возглавляет охоту на партика молодых и уловимых преступников, которых зовут Бонни и Клайд. 22 июля 22 июля 2011 года – день, когда был совершен самый кровавый, беспощадный и многочисленный по числу жертв терактов в истории Норвегии. Террорист Андерс Брэдик взорвал бомбу в Осло и расстрелялся на системы молодых людей в лагере на острове Утея. Хронология тех страшных событий представлена с трех сторон. Глазами пострадавших от нападения, политиков, оказавшихся беспомощными в экстремальной ситуации, и юристов, которые вели дело Брэдика в суде. Девушка из Дании 2015 года Действие происходит в 1920-х годах в Копенгагене. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность, и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность, и он начинает жить под именем Лили Эльбе. Впоследствии Эльбе становится первым человеком, прошедшим хирургическую коррекцию по... В основу фильма легли реальные события, случившиеся 28 июня 1969 года в баре Стоуноу, расположенном в Гринвич Виллидж в Нью-Йорке. Этот бар принадлежал мафии и представлял собой по сути гей-клуб. Здесь собирались гомосексуалы и трансгендеры со всего Большого Яблока. 28 июня в Стоуноу ворвалась полиция, и это событие стало пиковым моментом в деле развития движения за права геев. Главным героем картины станет молодой человек, в котором именно после известий об облаве на геев в Стоуноуле проснулось политическое и гражданское самосознание. Реальная история Рона Вудруфа, техасского электрика, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи отвели ему всего 30 дней, но он не пожелал смириться со смертным приговором и сумел продлить свою жизнь, принимая нетрадиционные лекарства, а затем наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. Парни Джерси Фильм является биографией группы The Four Seasons. Он рассказывает о их развитии, о пережитых личных столкновениях и трудных временах и окончательном триумфе группы друзей, чья музыка стала символом целого поколения. Ус Амитвиле 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок. В резиденции семьи Дефо шесть человек застрелены в своих постелях. Рональд Дефо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие голоса велели ему совершить убийство. Год спустя Джордж и Кейтли Латц с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Амитвиль. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok